Первый наш доклад будет онлайн. Докладывать будет доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра палеотивной помощи Института имени Герцена. Одна, можно сказать, из основоположников терапии онкологической боли в России, именно с точки зрения патогенетического подхода к терапии, это Абузарова Гузера Фаэллна. Новые клинические рекомендации по терапии боли у онкологических пациентов. Уважаемые коллеги, дорогие мои друзья, мне очень жаль, что в этом году мне не удается лично присутствовать на конгрессе, не удается увидеть всех вас, обнять вас и общаться с вами глаза в глаза. Но я исправлюсь и обещаю в будущем году обязательно присутствовать на конгрессе лично. Сегодня я подготовила для вас небольшое, емкое, надеюсь, сообщение на очень значимую, на мой взгляд, тему. Это клинические рекомендации по терапии боли в онкологии. Актуальность проблемы, несмотря на то, что пациентов становится все больше и больше, пациентов живут с диагнозом рак, от этого не меняется, а только становится тоже больше. Практически 55% больных, получающих противоопухолечение, а это больше миллиона пациентов, нуждаются в той или иной степени в обезболивающей терапии. Их количество год от года возрастает. При этом статистика говорит, что те самые пациенты, которые палеотивные, они имеют свои клинические рекомендации по терапии боли. А те самые пациенты онкологические на этапах противоопухолитерапии, они своих клинических рекомендаций не имеют пока, хотя число их достаточно большое. И во всем мире уже отдельно выделяют палеотивных онкологических больных, например, вот с инкурабельным раком немецкие рекомендации. И отдельно рекомендации АСКО для пациентов с длительным прогнозом жизни, пациентам в длительной ремеслии. В нашей же стране и вообще в большинстве других стран до сих пор лестница обезболивания является базовым инструментом для лечения болевого синдрома в онкологии. Хоча сейчас, согласно последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, который мы увидели в 2019 году, эта лестница не является строгим протоколом. Сейчас это обучающий инструмент. Так почему же онкологи не выписывают обезболивающие препараты? Мы это видим зачастую. Это отсутствуют клинические рекомендации по терапии боли в онкологии. Это недостаточная информированность врачей о том, что нужно обучать наших врачей. Это общеизвестная практика. Это боязнь выписки учетных препаратов, а вдруг что случится? Это сложности при выписке учетных лекарств на отдельных рецептах, на бланках строгой отчетности. Естественно, это недостаток времени. И как следствие, зачастую онкологические врачи направляют к палеотивному специалисту тех пациентов, кому они не хотят выписать сильнодействующий препарат. Поскольку, вероятно, нет финансового обеспечения по консультации отдельной именно обезболивающей терапии, по УМС такой пока нет. Тем не менее, в правах пациента есть такое правило, что пациент может получить рецепт у своего онколога, поскольку, согласно приложениям 2,5 приказа по основным функциям первичного онкологического кабинета ИЦАОП, в функционал врача-онколога ИЦАОП входит назначение лекарственных препаратов, в том числе и мехатических, психотропных, и оформление на них рецептов. Тем не менее, зачастую мы видим, что пациенты с распространенными опухолевыми процессами, они получают нестероидные противовоспалительные препараты, которые им абсолютно не помогают. И зачастую они получают их в каких-то невероятных количествах, которые в 2-3 раза превышают суточные дозы рекомендованные. Смотрите, мой пациент не так давно, в сентябре, был у нас распространеннейший опухолевый процесс, высоко дифференцированная нейроэндокринная опухоль оревого лёгкого с метастазами в лёгкочную ткань с обеих сторон, в кости, печень, почки, надпочек, запрюшинные лимфозлы, а метастаз в стенку желудка, мягкие ткани спины, и при этом он имеет множество локализаций боли, очаги боли у него в шее, в правой руке, в костях, тазе, в рёбрах, при этом ему назначена просто стандартная отписка. Это не индивидуальный подход, просто стандартная отписка в его выписном эпитризе. Это пациент из Курского ломфодиспансера. Написано, при болях в мышцах и суставах, кетарол по 2 мл 4 раза в день, а это, на секундочку, 240 мг в сутки. И к этому ещё деклофенак в свечах, по одной свече 2 раза в день. Знаете, ярости моей не было предела, когда я это всё увидела. Я спросила, неужели вы это всё получали? Нет, говорит, я почитала инструкцию, и кетарол я делала по 1 мл 2 раза в день, но мне этого мало. Боли невыносимые. Пациенту мы временно назначили, поскольку он сегодня же уезжал у нас к себе в Курск, назначили это петадол, объяснили, что нужно постепенно повышать дозу, добавили сердолуд, поскольку, возможно, у него были судороги при это петадоле, поскольку всё-таки метастазы головной воски. Сказали, что это временная мера, ему обязательно нужно назначить трансдермальную систему фентанила в комбинации с морфином. И это он, в принципе, после наших рекомендаций и разъяснений получил. Поэтому настала острая необходимость разработки отдельных клинических рекомендаций по лечению боли онкологических пациентов, поскольку в боли в костях это радиотерапия, нейропатическая боль, там в первой линии габапентеноиды, если это появляются новые препараты, опиоиды, неопиоидного ряда, новые нестероидные противоспалительные средства, нужно их обязательно вносить и расписывать риски, длительность применения, а также описывать побочные эффекты, как опиоидных, так и неопиоидных препаратов. Ссылаться на то, что наркотики сложно выписывать, потому что очень всё зарегулировано, неправда, уже есть информационно-методические материалы, которые вышли под эгидой Минздрава и согласованы членами рабочей группы Минздрава по совершенству правового регулирования вопросов оборота наркотических и психотропных средств. Эти информационно-методические материалы можно найти в интернете, скачать, и там пошагово написано, абсолютно простая инструкция, как списываются и учитываются лекарственные средства и выписываются рецепты на опиоидные анальгетики. Что касается клинических рекомендаций, на днях я встречалась с секретарем Русска Вера Витальевна Карасёвой, и она мне рассказала, что наши клинические рекомендации полностью разработаны и находятся на проверке в Минздраве. Разработчиками нашей клинической рекомендации, кроме Русска, появляются Ассоциация онкологов России и также две Ассоциации гематологов Национальное гематологическое сообщество и Российское общество гематологов. Состав рабочей группы представлен очень широко. В него вошли многочисленный профессорско-преподавательский состав и возглавляет его поддубная Ирина Владимировна, академик, заведующая кафедром онкологии, и палеоактивной медицины, проректор по учебной работе РМАПОМ. В этих клинических рекомендациях внесены самые свежие данные. Так, например, в эпидемиологии приводятся данные метанализа 2022 года, то есть свежее данных нет. Особенностях кодирования заболевания приводятся данные не только МКБ-10, но и приводятся данные отдельные, данные по МКБ-11, где вы видите, что отдельно прописана хроническая боль, связанная с злокачественными новообразованиями, хроническая онкологическая боль, боль, вызванная первичным злокачественным новообразованием или метастазом, а также разные варианты хронической нейропатической боли. Они все имеют свои коды. При классификации главной является патопсиологическая классификация, где выделяется ноцептивная нейропатическая боль, что не может не радовать. Выделяются отдельные когорты пациентов, которые получают противоопухолевую терапию, пациенты в длительной ремиссии, все палиативные пациенты, которые получают противоопухолевую терапию, и отдельно проговариваются те пациенты палиативные, которые должны получать обезболивание на основе наших рекомендаций, которые уже прописаны, палиативных клинических рекомендаций в терапии боли. Принципы лечения хронической боли. Что здесь вот, в чем здесь отличие от рекомендаций, которые уже написаны у палиативных пациентов. В общих принципах здесь прописано 9 основных. Это первостепенное значение в лечении хронической боли, имеет не опиоидная терапия, не медикаментозные методы. Обязательно нужно определить причину и использовать все возможные методы противоопухолевой терапии, то, что мы не делаем в палиативе, для того, чтобы уменьшить эту боль. Например, при метастатическом поражении костей возможно применение радиотерапии без фосфонатов и так далее. Даже если мы используем опиоиды, но тогда, когда преимущества их применения, в расширении физической активности превышают их риски. Более того, перед началом применения мы обсуждаем с пациентом и его родственником все риски применения опиоидных анальгетиков и возможности их отмены. Также мы мониторируем эффективность и побочный эффект этих препаратов. И в случае, когда необходимость применения уже нивелирована, уже прошел пациент терапию и надо отменять, то существуют ступенчатые схемы снижения опиоидных препаратов. Более того, мы назначаем терапию боли в соответствии с патофизиологическим обоснованием возникновения боли, если больноцептивная или нейропатическая, костно-суставная, эстеральная и так далее. Разбирая боль по интенсивности в лечении боли слабой интенсивности препараты, в принципе, все те же самые парацетамол, метамизол, натрия и нестероидные противовоспалительные средства. При боли умеренной интенсивности также, как и в наших клинических рекомендациях по палеотиву, применяются слабые опиоиды тромодол, а также тромодол, парацетамол и сильные опиоиды в малых дозах. Это может быть и морфин, и оксикодон, и фентанил в низких дозах 12,5, и топитадол параоральный, и бупринорфин, и тафалгин в малых дозах. При более сильной интенсивности все препараты в основных больших дозировках также используются. Следует отметить, что есть отдельные кластеры, отдельно прописаны терапия прорывной боли, отдельно прописаны терапии неропатической боли, отдельный раздел посвящен адювантам, симптоматическим средствам и нелекарственным методам лечения. Посмотрите, кроме реабилитации, профилактики и организации медицинской помощи, в этот раздел, шестой, организации медицинской помощи входит хранение лекарственных препаратов. Очень приветствую этот раздел, чтобы эти препараты сильнодействующие не попали в руки детей, например, или людей, которым это не нужно вообще. Отдельно выделены показания для госпитализации, для лечения или подбора болевой терапии в медицинскую организацию, показания при выписке и показания к оказанию палеоативной медицинской помощи. Тоже все прописано. В разделе «Дополнительная информация» мы найдем нежелательные явления неопиоидных анальгетиков, нежелательные явления при приеме опиоидных, а также большой раздел «Как отменять опиоидные препараты». Стратегии снижения опиоидной зависимости и снижения дозы опиоидов. Ну, список литературы – это стандартная. Методология разработки, справочные материалы – все здесь стандартно. В заключение хочу сказать, что все это мы делаем для того, чтобы сделать качество жизни как можно лучшим, поскольку это главное для наших пациентов, то, что мы можем справиться с этим. Когда мы можем управлять болью, это главное, чтобы не боль управляла поведением пациентов, а мы управляли болью. Не важно, чем вызвана эта боль. Либо это осложнение опухолевого процесса, либо осложнение противопухолевого терапии. В нашем консультативном центре опариативной помощи мы ежегодно проводим больше трех с половиной тысяч консультаций. По стационару две тысячи и полторы тысячи амбулаторно. Мы выписываем 200 рецептов ежегодно на наркотические препараты розовых рецептов и выписываем порядка полутора тысяч рецептов. 148 формы такие препараты, как тромодол, прегабалина, сикодон с налоксоном, фентанил, тапитадол и так далее. Все это позволяет нам контролировать болевой синдром у наших пациентов. Это позволяет подбирать правильно терапию боли. И уже пациенты, переезжая с нашими рекомендациями по месту своего проживания, имеют значимую консультацию, которую, как правило, онкологи на местах подхватывают и продолжают. Поэтому онкологические пациенты на всех этапах противополевотерапии имеют право получать анальгетики у онколога. Это наш лозунг. Благодарю вас за внимание. Обязательно увидимся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова